Сметана на этом прилавке идеально подходит под параметры натуральной. Густая, глянцевая, однородная. Цена всего 200 рублей за килограмм. Приехала прямиком из Калужской области, доказывает продавец. Правда, только на словах. А можно в документах посмотреть, что это за производство? У меня нет. Девочки, брат, мы не знаем. В следующий раз я прям попрошу, правда, чтобы оставили мне это царь. Ну, начался, но я же не начальница. Тут я и что-то, то-то, все, понимаете? Предоставить сертификат соответствия продавец обязан по первому требованию. Иначе нет никакой гарантии, что продукт качественный и безопасный. Тем более, упаковка сметаны на рынке далеко не стерильная. В нее могут проникать бактерии. Но самое главное, неизвестно, где произведен товар, какой у него срок годности и из чего он вообще сделан. В нашем исследовании как раз были такие две сметаны, которые мы закупали на рынке. Одна была фермерская, другая была домашняя. И там были обнаружены фитостерины, то есть заменители молочного жира. Это обман потребителей. Мы же рассчитываем на то, что там исключительно сливки и закваска. В составе натурального продукта не должно быть никаких консервантов. Таковы требования к качеству сметаны. Как показало недавнее исследование, соблюдают их не все. 8% товаров на российских прилавках – фальсификат. Нужно внимательно читать упаковку. Если на ней стоит не ГОСТ, а ТУ, то есть технические условия, значит перед вами не сметана, а сметанный продукт. Но производители не всегда пишут правду. Можно самим провести эксперимент. Для этого добавьте 1 чайную ложку сметаны в стакан с теплой водой. Хорошая сметана, она растворится. Плохая, но время упадет на дно. Если сметана растворяется плохо, то это явная подделка и сделана из растительных масел. Выбирать по принципу, чтобы ложка стояла – ошибочно. Производители давно научились создавать подобный эффект при помощи различных стабилизаторов. Так что плотная и нетекучая консистенция, наоборот, должна насторожить. Для нашего, например, желудочно-кишечного тракта это может быть плохо. Также это может говорить о том, что там могут быть какие-то дополнительные добавки, которых мы вообще не знаем, в виде, например, красителей, в виде ароматизаторов. Почти четверть с проверенной продукцией не прошла испытания по показателям безопасности. В сметане обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а также превышение по содержанию дрожжей и плесеней. Обычно это связано с нарушениями условий хранения. Бывает отстой сыворотки. Это может свидетельствовать о том, что нашу сметану оставили, она постояла в тепле, а потом она была охлаждена. Нашли в сметане и следы антибиотиков. Возможно, потому, что животное, от которого получено молоко, лечили препаратами в период доения. По правилам, в пищу такая продукция поступать не должна. Но ради экономии производители идут на риски. Могут приобрести каким-то последствиям, как желудочно-кишечным нарушением, аллергическим реакциям. Вот это самое опасное. Вкус у сметаны должен быть с кислинкой, но не резкий. Иначе это может говорить о том, что она начала портиться. И запомните у полезного продукта срок годности от 7 до 14 дней. Если он больше, то, скорее всего, при изготовлении использовались консерванты. Арпина Копян, Хлори Дитор, Георгий Горин. Настроение.